Добрый день, уважаемые зрители. После вчера всего моего ролика под названием «Драма умирает, электричества не хватает, хлеба не хватает», несколько пользователей, как сказать, канал YouTube, это армяне в основном, написали мне тут комментарии такие. Саркисян написал, Саркис. Армяне, слушайте такие провокации и не верьте, это алиевская пропаганда. Для того, чтобы открыли границы и построили дорогу, эта дорога будет концом Армении, нельзя допустить. И вот еще одна женщина написала тут, Анна Бегаян. Хватит лгать вам, это что не стыдно, Степанакерт в Тахакинди строили армяне. Даже в Баку много зданий, которые строили армяне. Разрушайте эти здания, если имеете совесть. Во-первых, я про кто строил здания в Хакинди, там, не знаю, армяне или кто там строили, я не говорил ни слова. А про экономику, что творится сейчас, экономики Армении, да, вот этот ролик, это мой ролик, все правильно. Я сейчас вам зачитаю слова их руководителей, это я не из головы взял, это все было заявление министра, заместителя министра Акопа Варданяна. Он сказал, что с этого года будет дорожать электричество. Вот он. Первым забил в колокола Акоп Варданян. Он сказал, что после войны, сейчас, как Армения на городе Карабах, эта территория потеряла эти 10 ГЭС, у них сильно подорожает электричество. Вот автор, кто это все говорил, можете проверить. И вторая еще, так сказать, ситуация в том, что насчет экономики. Вот это все, что было сказано, что будут у них возникать проблемы с хлебом. Это сам сказал премьер-министр Гранд Багратян. Он сказал сам, я вижу мало хорошего. У нас имеются серьезные земельные потери. которые дадут за себя знать по части производства пшеницы, мяса, молока. Это, как сказать, не я бы думал, не корреспонденты азербайджанские, что это все говорят их министры. И сейчас у них такая ситуация складывается, что у них сейчас в Армении идет борьба за власть. Сейчас никто не думает об экономике. Гранд Багратян говорил о быстром положении дел. И теперь, как сказать, у них все эти правители, так называемые, уже начинают разбегаться с Арменией, как тараканы. Вот первая новость вам. Сейчас я вам дальше буду зачитывать. В общем, президент Армении с семьей сбежал в Англию. Все бросили Пашиняна, а он остался один. Как сказать, вот, что сейчас на сегодняшний день происходит в Армении. Вторая серия. Анна Копян вместе с дочерью вылетела в Москву для получения гражданства Российской Федерации. Я говорю, у них все правительство разбегается. Президент убежал в Англию с семьей. Анна Копян с дочерьми вылетела в Москву для получения гражданства. А с экономикой это кризис. Ну и вот, сейчас я вам продолжу эту тему. Армения в ожидании роста цен, уровня бедности и государственного долга. Это не я выдумываю. Вот, смотрите, кто это заявил. Это заявил руководитель Бюро экономических исследований Дашнак Цутун экономист Сурен Парсян. Так что, вот, и он что сказал? Спад в экономике Армении имеет беспретендентный показатель за 12 лет. Сейчас очень сильный спад в экономике Армении. И вот, что он пишет. Уровень бедности повысился. По части продовольствия в 2021 году будет иметь место рост цен. В частности, подорожает мука, овощи, фрукты, масла, курятина. Одной из этих причин является повышение таможенных пошлин до 4% на импорт, на более 700 номинований товаров в страны ЕАЭС. Другая причина – девальвация драма. В общем, у них сейчас идет девальвация драма, и все эти люди, которые занимаются бизнесом, они рассчитывают свои расходы по курсу 550 драмов на 1 доллар. А сейчас реальная стоимость где-то 525 драмов за доллар. И вот, в общем, у них полнейшая, говорю, сейчас девальвация. И теперь что тут еще пишут? Что в стране сейчас после вспышки пандемии власть Армении за 2-3 месяца растратили ценный ресурс, который нужен сейчас. И теперь неоткуда взять. И кредитора требуют обложить налогами сферу здравоохранения и образования. Ну, говорю, пандемия еще в Армении очень сильно подкосила там их. Что еще тут пишут? Государственный долг нереальный. И что вот сейчас Армения должна будет перейти в более прогрессивные системы ведения денежно-кредитной, налоговой, бюджетной политики. Богатые должны платить больше. И вот теперь будут брать с богатых налоги за все там, за недвижимость, обложат их полностью. Ну, говорю, а власти, вот, они все разбегаются. Сейчас, говорю, борьба за власть, и они хотят, не знаю, он заболел, этот президент, сильно коронавирусом. Он сейчас прячется там в Англии со всей семьей. И бросили Пашиня, но он один разгребает все там. Говорю, а вот Анна Копян уехала туда, в Москву. И что еще тут? Анна Копян по прилету в Москву, ее там, в общем, обозвали, обхамили предательницей, обругали, все. Эти ее охранники еле-еле ее там выручили, спасли, увели через другой вход. Хорошо, что Пашинян начал, нанял ей охрану. Так бы ее и растерзали там в этом аэропорту. И вот теперь что? Анна Копян раньше писала, что в 19-м году приглашала, она раньше приглашала, ну, Михребан Алиеву, в общем, как сказать, в качестве гостя, в то время в город Шуша пить чай и слушать мугам. Ну, она как бы издевалась над Михребан Алиевой, мол, она делала такие заявления в 19-м году, мол, приезжай к нам в гости, попить чаю, послушать мугам, типа. Ну, вот сейчас, вот как раз на этих днях, Михребан Алиева в ходе визита президента Лихама Алиевой в Шушу, она и вошла в церковь, и все, и не в качестве гостя, а в качестве хозяйки. Она и попила чаю. И теперь вот, как пишут, Анна Копян, некогда гордо позировавшая в качестве хозяйки, на фоне пейзажей Шуши отправилась в Москву теперь, и там ищет себе недвижимое имущество. Она хочет сейчас там получить, как бы, российские паспорта для нее и для семьи, купить недвижимое имущество, и там, как бы, остаться, жить. Вот, она ищет пристанище покоя и роскоши. Ну, вот. А вот теперь, вот, как сказать, последняя новость. Вот, президент Ильхам Алиев и супруга Ильхам Алиева пьют чай, как раз вот, на джидыр джюзю, вот где Анна Копян смеялась, вот теперь семья президента пьет чай. И вот что-то написано. Так. Чай в стаканах армуду с пахлавой на джидыр джюзю. На радость друзьям и на зло врагам, сказал президент Ильхам Алиев. Ну, посмотрите, сейчас я вам включу ролик. И вот, сейчас. После вождения Шуши эти места вернулись законным хозяевам, азербайджанцам. А армянам остается только смотреть и принимать эту новую реальность, которую создала азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева. Посмотрите, как семья президента пьют чай. Абсолютно. Ну, вот Анна Копян, пускай посмотрит теперь. Ну и вот, такие новости. Ну, сейчас, я вам, вчера многим понравилось, как я поставил ролик, вот, с данным молитвой. То есть, сейчас, я вам посмотрю, повторно сейчас включу, послушайте. Подписывайтесь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok